Всем хоккеюшки! И с вами та самая хоккейная передача, которая расскажет о главных событиях МХЛ в интернете за прошедшую неделю. С вами программа хэштег. Погнали! А кто гулять пойдет? Гресси, гулять! Давненько в нашей программе не было зажигалочек из групп поддержки. И кое-кто услышал наши пожелания. Сладкие вишенки приготовили для нас всех новый видеоролик. Устраиваемся поудобнее, наслаждаемся просмотром. Наконец-то дождались. Что-то жарко стало. А еще вы только что растопили часть данного ТБ-арене. Вот и закончилась звездная неделя. Прошедший уикенд прошел фон-бэт матч звезд КХЛ. Лучшие игроки Кубка Вызова приняли в нем участие. Да не просто покатались рядом со звездами КХЛ, а серьезно навели шороху. Например, Егор Анисимов стал самым быстрым в мастер-шоу. Наш специальный корреспондент не упустил возможности с ним пообщаться. Ну что, ты выиграл, ты выиграл, что там, на скорость? Да, на группу на скорость. Да нет, Егор не стоял. А, просто выиграл? Да, ну что, как ты посмел заслуженных хоккеистов обыграть? Егор Ильич Лава Башката, спасибо. Тренеру в прокаты по стрелке бегаем. Ну что, как в целом? Не Кубок Вызова все-таки. Очень обеденное шоу. Ну что, класс. Мне бы я понравился. Атмосфера. Питер не Москва все-таки. Точнее, Москва не Питер. Нет, атмосфера офигенная сегодня. Не знаю, все-все обеденное. Сейчас пойду покушаю, кушать хочу. Кушать, давай, приятный аппетит. Спасибо. Хорошо, что Стас Петросян не принимал участие. Тогда Егор остался бы голодным. Нападающий омских ястребов Егор Ченахов забил победный буллит и принес своей команде бронзу. Наш специальный корреспондент тут как тут. У тебя бронза. Егор. Спасибо. Так, ты буллит не забил? Забил. Забил. Решающий буллит. Я это записал на камеру и нифига никуда не выложил в сториз, чтобы он не зазнался. Ну давай, давай, рассказывай. Матч звезд КХЛ, дружище, ты принимал участие. Круче, это круче, чем Анхайл, ты понимаешь? Да нет, не круче. Так, ну ладно, давай, эмоции. Не надо здесь притворяться, что ты устал, ты молодой. Я не устал, я на самолет тороплюсь. Какой самолет? Все, твоя карьера теперь, какой самолет? У тебя должен личный твой самолет. Да, в Омске, ясно. Так, ну что, давай, почему я говорю? Так, 8 раз в ноль не забил, что говорить? Что? 8 раз в ноль вышел, не забил. Не забил, бывает, зато буллит решаешь. Ты специально экономит сил, наверное. Ну да, да, на сезон. Понятно. Ну давай, пару слов, как? Всем спасибо, все свободны. Зачем я не брал интервью? Спасибо, Егор. Да, это нечего сказать. Давайте уделим и внимание обладателю черной медали за четвертое место Никите Гончарову. Все супер, как бы то, что проиграли, ничего страшного. Все нормально, то есть команда хорошая, партнеры были шикарные. Супер. Кто самый главный партнер? Сегодня? Да. Для меня Doels. Doels. Конечно. Почему? Ну, потому что, как бы, он мне такие передачи выдавал, там, телеграммные, что мне не понравится. Ага, которые ты запорол. Ну, один раз там умок подтащил, но я так ему поддался слегка, чтобы, как бы, почувствовал себя в рамке уверенно. Угу. И все. Спасибо Егору и Никите за их игру и эмоции. Но был тот, кто в матче звезд ушел со льда победителем. Герман Шапарин сделал хэт-трик в полуфинале и еще одну забросил в матче за первое место. В итоге четыре шайбы и золотая медаль. Этот неуловимый мститель хотел сбежать от нашего кора, но от него не сбежишь. Поймал этого человека, его зовут Герман Шапарев, он хотел от меня свалить. Запомните этого человека, нехорошего, он победитель и уже сейчас бежит сдавать медаль ломбард. Ну, ладно, не обо мне речь. Давай, жги. Ты победитель. Спасибо большое. Так, да нет, что я не принимал в этом участие. Ну, что верили в меня? Верил. Видишь, даже желтый джерси одел. Ну, я в красный играл. А, да? А, извини тогда, сорян. Ну что, давай, быстро что-нибудь. Как тебе матч звезд? Да, очень супер, спасибо всем. Было классно не передать пока эмоции. Вот сейчас второй плюс, завтра надо против сибирских снайперов выходить и выигрывать их. Железный мужчина. Давай, спасибо тебе с победы, Герман. До свидания, удачи вам. Спасибо всем участникам фон-бэт матча звезд КХЛ. Это были крутые выходные. И подтверждает это оперные певцы из Тайфуна. С музыкально-хоккейным номером. Субтитры сделал DimaTorzok. И ставьте только правильные хэштеги. Смотрите нас и следите за будущими звездами мира в хоккее, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас будет все хоккей.